Уважаемые друзья, коронавирус коронавирусом, а жизнь продолжается. Вот сегодня у нас 7 апреля, великий праздник Благовещения. Два юных ореховода из Кишинева решили приехать взять несколько саженцев для того, чтобы посадить, потому что они понимают, что все кончается, и в конце концов, если ты не сделал сегодня то, что надо сделать, оно потом выйдет Богом. Вот они сегодня ко мне пришли за саженцами и пришли с вопросом. Представьтесь. Меня зовут Андрей, я из города Кишинев. У меня дача в 15 километрах от Кишинева. Мы купили с матерью орехи по интернету специалистов, которые занимаются саженцами, так скажем. Ну, и это была ее идея. Мы взяли пару орехов, этот называется сорт песчанский. Мы их посадили. Потом я начал более вникать в эту тему. Ну, и где-то неделю я вот пришел к тому, что через интернет нашел данное хозяйство, посмотрел там ролики это, и пришел ко мне, что мне что-то, начали сомнения очень большие, что это, ну, я вытащил все эти деревья, которые мы взяли. И вот купил 9 деревьев, купил у, ну, есть представители человека, дом Валерий в Кишиневе. Мы купили, они отличаются очень сильно. И вот при Винска, или как называется. Не стоит, разрешите. Да, да, да. И ждем от вас совета. Да, вот это вот я хочу вам сказать. Они говорят и холтуит муоки, вот как говорит он. Я любому докажу, это песчанский, садий, и через 5 лет будешь кушать хорошие орехи, не переживай. Это сказки. Эноки, он алтуит, а если ну и не шлоку, я алтуит эноки, а если кумьесы, есть колет, ла... Тут есть так называемое кольцо. Здесь нет места прививки. Может, что-то было выше, но оно засохло. Что хочу сказать. Есть две категории фальсификаторов. Сколько стоило саженец? 90 лей. 90 лей. С вас взяли дороговато. Потому что вот этот саженец... Да, этот саженец производят косаши. Косари. Они высаживают просто орехи. Потом приезжают из Италии где-то в июне месяце. И мотокосой скашивают на высоте 10 сантиметров. Все, что выросло. Потом, когда идет розетка побегов, они выбирают хороший, над ним делают срезы и получается типа саженца. Но это примитивно, потому что следа прививки нет. Вот, пожалуйста. Это привитой саженец. Видите? Вот это место прививки. Вот оно, хорошо видно. Это подвой. Это привой. И вот это улучшенная английская капулировка. Вот оно. Вот оно с этой стороны. Вот где прививка здесь. Ну, тут они говорят, что ювелирно работали. Да, ювелирно. Вот это, значит, система... Эта система называется Косаж. Подвижите, пожалуйста. Есть система более высокого класса. Называется Зугравь. Гравера. Они после того, как скашивают, они берут нож. И ножом на уровне почвы делают вот такие вот насечки. Насечки. Типа, как вот с той стороны. Они делают такие насечки. Вот такие насечки. И с противоположной стороны тоже делают такие насечки. Через месяца-полтора здесь образуются шрамы. И они имитируют эти шрамы. Они разрастутся. И будут имитировать вот эту прививку. Это имитация. Это более высокий класс фальсификации. Называется Зугравь. Такой сажень стоит 90-100 леев. Но они, и один, и второй, это дичка. И через пять лет вы в этом убедитесь. Это будет разочарование. Вы будете проклинать. Но вы его никогда не найдете. Так я ему уже позвонил. Он говорит, что уже он далеко. Сейчас коронавирус. Он в Бричанах. И он не может в Кишинев попасть. И забрать обратно саженца. А вот мы объясняем, в чем суть сертифицированного питомника, лицензированного. Мы находимся здесь. Видите, это наше здание. Здесь нас легко найти. На сайте более тысячи видео. И здесь меня легко, как говорится, вычислить. Нет никакой проблемы. Поэтому мы работаем... Вообще мы работаем ответственно. Но тем более мы знаем, что если мы что-то не так сделаем, нас найдут и спросят. И в возрасте 74 года, и рост метр 92, мне в багажнике очень неудобно будет ездить. А те, кто фальсифицирует и издевается над людьми, их иногда катают в багажнике. Поэтому вот... И хочу посоветовать всем лучше переплатить, лучше прийти и покупать проверенных людей, проконсультироваться по сайту, поставить и спать. Потому что деньги сегодня есть, завтра их нет. А так ты будешь знать, что через 4, 5, 6, зависимо от этого, 3 года, у тебя будут хорошие ежки. Да. Ну вот так. И желаю всем, чтобы не попадались в тот же капкан, который попал мне. Или сквозь я спам. Да, да. Да, без разницы, когда дикарь и сквозь, что есть крепкий сквозь, доел, и кинеку мы посрязываешь. Учащая родощина, учащая остеяша, кренчпалов. Да, да. Это корень, он был пересажен, естественно, потому что... Советую всем лучше 7 раз перепроверить и 1 раз купить. Не так, как я купил, вытащил работу, деньги. Вот мы сейчас приехали, мы возьмем где-то, я скажу, 6-10 санжесов. Мы приехали специально для этого, выехали. И еще 6 утра не было с Кишинева. Чтобы убедиться в качестве. Да, и в основном, чтобы взять. Потому что в Кишиневе сейчас трудно найти делодомную Тектенко, СГС Шкопаччинь, Кишиневу и Фартихом Пикат. А я хочу взять и этой весной посадить еще. Спасибо. Так, а рекерный диплантарий, Примавары? Значит, сроки посадки, мы в прошлом году делали эксперимент, держали саженцы в холодильнике. Последний, 19 июня посажены. Они вон там посажены, хорошо прижились. В мире есть технология, она не нами придумана, посадки круглый год. Потому что я... Нет, нет. Есть посадка, есть посадка, значит, есть такие ситуации, когда, например, престижные бульвары, престижные, значит, аллеи где-то в городе, где-то в правительственных местах. Если дерево там заболело или пострадало, его надо заменить. Заменить его или в марте, заменить ли вы в июне, в июле, может, в августе. Для этого есть технология, деревья хранятся, их можно высадить. Мы эти технологии, значит, использовали, и мы. Вы, как говорится, были внимательны, и вспомнили, как выглядят ваши саженцы, посажены, и посмотрели на то, что вам дал, значит, зубок Валерий Владимирович, И вы сделали выводы. А вот у нас на сайте есть видео, записанное, человек в дроке купил по 8 тысяч евро гектар, 10 гектаров. И вот такие же самые, уже будет трехлетний, тоже абсолютно дичка. Вот это трагедия. Поэтому есть такие пословицы, что бесплатный сыр в мышеловке, да? И, значит, Молдавинь спунаша. Сгорчит моему погубе, что ты ленешь моему таляр, гаша? Да. Ну, хорошо, значит, жизнь продолжается. Коронавирус, он ищет слабых духом. Но мы будем сражаться. Ну, да, мы смотрим на будущее и садим орехи. Именно так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok